Музыка Недавно вы презентовали свою маску, маска, которая была сделана партией, патчей. Самая большая маска в истории, как я понимаю, человечества, верно? Да. Вы считаете это целесообразным поступком сделать самую большую маску? Насколько я знаю, она вошла в книгу рекордов Гиннесса, либо она войдет в книгу рекордов Гиннесса. Но это ли является практичной помощью в период пандемии или это абсолютно неразумный был поступок? Как вы сами считаете? Во-первых, мы создали самую большую маску в мире и мы уже направили документы в международные органы, чтобы этот рекорд был защищен. Это для того, чтобы на мировом уровне про Республику Молдова были услышаны хорошие, позитивные вещи, что у нас народ может делать вещи, уникальные вещи, чтобы мы гордились и мы, и другие люди на планете. Мы сделали пресс-конференцию, в которой мы сказали, что эту маску мы подарили музее в Республике Молдова, чтобы она там хранилась и чтобы это была гордость нашего народа. Помимо этого, наш коллега Александр Грумезе, который является врачом, объявил в пресс-конференции, что мы посчитали всю квадратуру этой маски, самую большую маску мира, и это получается 83 тысячи масок медицинских для защиты людей от COVID-19. И мы с сегодняшнего дня начали кампанию и уже подарили 2000 масок защитных нашим гражданам, чтобы защитить их от COVID-19. И будем продолжать эту акцию каждый день, пока все 83 тысячи масок не будут даваться в помощи нашим гражданам, чтобы защитить. И мы уверены, что в этой акции мы будем защищать от смерти в нескольких десятках наших граждан. Вы правда считаете, что маски могут защитить людей от смерти? Я не доктор, я не специалист в этой области, но я руковожусь, и не только я, то, что говорят специалисты в этой области, вирусологи, Международная организация здравоохранения и так далее. Вы лично болели? Да, конечно. Я так считаю. Но, скажем так, я не чувствовал этого вируса. У меня была температура, это где-то в марте прошлого года, когда в Республике Молдова еще не объявили про первого случая, скажем так. Я был по рабочим визиту, даже мы не говорили, мы даже еще не запускали проект Патчем. Я был в командировке в Лондоне, потом был в командировке в Италии, потом был в командировке в Румынии. Сделал так, по рабочим обстоятельствам у меня была командировка. Когда я приехал домой, через пару дней у меня была температура. По всему миру уже жужжало, что вот есть вирусы и так далее. У меня была температура, я позвонил докторам, спросил и так далее. Наши еще не знали, что как. Как я вышел с этого, три дня каждый день я вышел и гулял с собакой. Но тест вы не делали? У нас не делали вообще теста в Республике Молдова. Тогда еще не было. Да, так еще не было ничего. Пил чай, принимал некоторые препараты, которые рекомендовали доктора. И каждый божий день делал по 8-10 километров в лесу. Возле меня есть лес на 700 метров расстояния от моего дома. Я гулял с собакой каждый день 8-10 километров. И просто... Вы сами считаете, что это был калит? Нет, я предполагаю, но после этого у меня, скажем так, не было конкретно фиксировано тот факт, что у меня был или нет ковид. Были пару месяцев назад и недавно некоторые симптомы. Я проходил тест на ковид и показали негативно. Кстати, я вчера даже проходил первый, последний раз тест на ковид и показал негативно. Возвращаясь к патче, если уже мы затронули, я хотела бы задать вам такой вопрос. Для начала я зачитаю ваши регалии и вообще ваш карьерный путь. И далее у нас прозвучит вопрос. В 18 лет вы стали командиром взвода, в подчинении у вас было 30 человек. Это ваши ровесники. Если что-то будет неверно, вы меня подправите. Хорошо. К концу службы в последние полгода старшина роты был уволен, и вы стали старшиной роты, что само собой явилось прецедентом. И в подчинении более 100 моих ровесников. И никто ранее не мог стать старшиной роты из ряда курсантов. Да, так есть. За свою работу в органах за 20 лет у вас не было ни одного взыскания. Это редко кому удается и удавалось. Верно? Да, так есть. В 25 лет самый молодой полицейский, который был удостоен награды лично из рук президента Воронина на тот период, кавалер ордена Крединца Патрия. Так есть. В 26 лет первый заместитель и исполняющий обязанности комиссара полиции города Кишинева. Более 2600 человек в подчинении. Верно? В 29 лет должность начальника самой серьезной структуры оперативных служб МВД. Самый молодой полковник в истории МВД, и вы получили это звание в 30 лет. В 31 год заместитель начальника и исполняющий обязанности главы полиции страны. И в подчинении у вас было более 9500 полицейских. Так есть. Самый длительный срок руководителя полиции на протяжении 5 лет? Насколько я понимаю, это тоже единственный такой случай? До меня, да. Посмотрим после. Награды ваши, это больше 40 наград. Вы их получили от всех министров МВД, не только Республики Молдова, но и других стран. Да, это за всю историю службы в полиции. Все верно. У вас так много всего за историю службы в полиции. Почему все-таки вы решили уйти в политику? Если у вас все так удачно складывалось в карьере полицейского, если так можно выразиться. Потому что я очень ответственный человек. И не только ответственный за меня, а за своих граждан, за свою страну. Во-первых, я не могу оставить страну в руках тех безответственных политиков, которые пришли к власти в тот момент, а не нынешний, который есть. И считаю, что у меня есть серьезный опыт и серьезная команда патриотов и профессионалов, которые мы создали партию профессионалов, людей, которые никогда не были в парламенте или в правительстве. И мы можем и будем делать те вещи для того, чтобы поднимать страну с колен. В Молдавии зарегистрировано более 45 партий. Примерно. Не могу точно утверждать, но, насколько я знаю, более 45 партий. Это больше, чем в Румынии, и это больше, чем в России. Вы считаете, есть необходимость в создании еще одной партии? Все абсолютно партии, которые зарегистрированы в Республике Молдова, их уже больше, чем вы называли. Уже больше. Но все абсолютно партии, в них состоят люди, которые были в парламенте или правительстве. И эти перебежчики, которые бегают из одной в другую партию или создают для своего личного комфорта, для своих личных интересов. Там нету патриотов, там нету ответственных людей. Вы не найдете ни одну партию в Республике Молдова, как является партия патчев, в которой нет людей, которые не были никогда в парламенте и правительстве. Именно в этом и есть вся разница тех партий от партии патчев, которые являются партией профессионалов и патриотов. Вы себя считаете патриотом? Да, я себя считаю патриотом. И я считаю, что факты говорят об этом. Вы столько лет находились в полиции. Если мы оглянемся назад, как вы считаете, люди, которые были в вашем подчинении, они вас уважают? Какого мнения они о вас? Остались ли они где-то верны вам? Как вы к ним относитесь? Я отношусь к моим коллегам, пусть даже бывшими коллегами, с большим и глубоким уважением. Я вам скажу одно, что с того момента, как я уволился с полиции и до сегодняшнего дня, не было ни одного случая, чтобы я набрал на телефон какого-то коллега, и он не ответил на телефон, либо не перезвонил после этого. Я относился к своему долгу службы, и к своим коллегам, и к руководствам разных подразделений полиции с большой ответственностью. Я могу сказать сегодня четко и уверенно, что я рос большие поколения полицейских в разных подразделениях страны. Я гордый тем, потому что многие из этих людей сегодня стоят на страже порядка нашего государства, нашего народа. Но вот у вас столько достижений, и эти все достижения, вот как мы упомянули ранее, они все из разряда чего-то совершенно необычного. То есть вы единственный, кто достигал вот таких вот высот. Мы говорим только на данный период. Получается так. Как вам это удавалось? Это все-таки личные какие-то заслуги, качества, которые помогают добиваться подобных высот? Или вам приходилось идти на не совсем корректные поступки во имя достижения той или иной карьерной лестницы, так называемой? Нет. Работать каждый божий день, не жалея себя, не жалея сил. Быть честным и быть уверенным в том, что все, что ты делаешь, ты делаешь хорошо во благо людей, во благо страны. Вы уверены в том, что все, что вы делали, это все было хорошо? Абсолютно. Абсолютно. Все абсолютно, что я делал в своей карьере, я горжусь этим. И я знаю, что я делал корректно и по закону. Пусть это кому-то не понравилось на тот или на другой момент, но я знал и знаю, что я все делал законно и корректно. Вас очень часто обвиняют, либо задают вам вопросы на разных интервью. В той или иной степени вы были связаны с господином Плохотнюком. Непосредственно вы, опять же, я цитирую некоторые высказывания, вы выполняли определенные заказы, в кавычках, господина Плохотнюка. Не всегда это были корректные заказы, это была какая-то личного рода расправа с теми или иными людьми. И об этом вас спрашивают, я думаю, ни в одном интервью. Как вы вот это все-таки комментируете? Я объяснил на всей телевидении, где я был, и объясню с удовольствием и вам. Первое. А вы ответьте, я вам отдал довод, а вы сами ответьте на свой вопрос. Первое. Когда партия демократов и Владимир Плохотюк пришел к власти, я являлся уже полковником полиции и заместителем начальника полиции республики. До того, как они пришли к власти и к моменту, как они пришли к власти, должность начальника полиции республики, четыре должности от заместителя министра МВД республики и должность министра МВД республики были свободными. меня не назначили на эти должности не на должность начальника полиции не на должности заместителя министров и всех четырех не должны не на должности министров за все правление педе и плохотнюка в республике молдова я не получал ни одну государственную награду и что что вы засчитали до сих пор это говорит о чем-то да вот какие результаты у меня карьерный есть ним не могли бы сказать что у меня нету тех качества чтобы я занимал должность начальника полиции правильно или замминистра ли министр но меня не назначили вы делаете сами выводы и отвечайте на свой вопрос сегодня данные высказывания подозрения обвинения как-то влияют на вашу ну в данном случае политическую карьеру вас обвиняют связи с господином плохотнюком до вас называют подручным подчиненным разные абсолютно можно найти высказывания на данный счет сегодня это влияет негативно вот вы как взрослышать человека как журналистка на я уже уже в должности два года что-то скажите пожалуйста вот помимо этих скажи так комментариев как и как пик то пишут это кому-то интересные какие-то журналисты подручные говорят об этом какой-нибудь факт хоть один есть хоть одно доказательство это так нету это все говорят люди которые не понравились мои решения но они были всегда правильный корректный по закону и я вам скажу больше чем больше я поднимусь по политической лестнице тем больше те недоброжелатели найдут разные истории которые будут связать мое имя но только для того чтобы я не преуспел в политике как вы собираетесь вы партия ваша собирается преуспеть в политике если мы рассмотрим общеизвестные факты о том что любая партия ей необходимо минимум два-три года для раскрутки мы будем говорить так условно до этого времени нет ваша партия была зарегистрирована всего год назад как вы собираетесь прийти к тому самому успеху в политической карьере а мы не не являемся обычной партии в чем ваша необычность как вы до этого рассказывали про мои достижения необычные во всем с 18 лет как я пошел в колледж полиции и до высокой должности и звания которые беспрецедентное все прошу прошу эти пути пути так мы беспрецедентно проходим путь политической жизни нашей партии которая является партии патч в чем она является я вам скажу это первый прецедент и первый абсолютный рекорд который мы сделали мы зарегистрировали партию с момента создания инициативных групп и до того как поставить документы в асепе регистрироваться и получить документ не прошло не больше два месяца до нас это никогда не сделал собрать подписи в более 30 районов республики молдова все это оформить документально по закону доставить провести конгресс доставить документы в государственной службой получить документ я вам скажу что те которые нас регистрировали не в шоке были как вам это удалось мы самая организованная партия в стране мы люди очень ответственный очень организованы и вот четкое руководство и организованность мы это преуспели и конечно что открытость людей на партию профессионала новой партию людей которые не были никогда в политике вот так мы будем дальше уделять вас может быть и других которые меньше верят в наш успех и так далее быть рядом с нашими гражданами и будем делать те вещи которые люди скажут то это те политики это тот новый политический класс который мы ожидали 30 лет и вот они пришли вы честное человек я не точно понимаю это слово вы готовы на многое пойти ради достижения своей цели если речь идет о карьере я всегда иду корректно к своей цели соблюдая закон и всегда то делаю с очень большим ответственностью чего вы никогда не сделаете во имя достижения собственных целей я не нарушу закон я не пойду через закон людей закон закон государства и закон людей у вас есть вы вы себя считаете принципиальным человеком очень принципиальным человеком поэтому я и многим не нравлюсь от какого принципа вы в жизни готовы отказаться я не готов открываться своих принципах потому что принципы которые есть они корректны я готов во имя страны во имя нашего народа рассматривать некоторые свои решения если они пойдут во благо страны и народа о принципе которые я скажем так соблюдают жизненные принципы правильные принципе которые думаю что должен иметь каждый человек который занимает государственные должности вот вы занимали государственную должность вот опять мы немножечко затронем тему которая наверно многим нравится но вам наверно на не совсем у меня чтобы вы понимали для меня нет у нее удобных вопросов главное что ко мне относились корректно я всегда отвечу корректно на все без подвохов без каких-то инсинуаций которые неправильно да если есть факты будем обсуждать если это сплетни давай говорится правда это сплетни все я корректный человек я мне нечего бояться договорились возвращаясь к господину плохотнюку все еще у граждан молдовы и не только у граждан молдовы болит эта тема и это имя вызывает массу эмоций имя фамилия скажите пожалуйста вы сказали что вы не готовы поступиться собственным принципам и вы все всегда делайте по закону делали по закону если мы вернемся в тот период когда господина плохотнюка нарекли хозяином молдовы вы считаете что все что происходило на том периоде это все было по закону нет были политические интриги политические игры может быть были и нарушения закона в разных областей или скажем так направлении но те органы которые были ответственность в компетенции которые были те или иные нарушения игру сейчас про цбкпк взрыва про генпрокуратура и так далее почему-то не не среагируют так или иначе вы со своей стороны могли как-то влиять на ситуацию на что я мог влиять или за что я был ответственный я все всегда поступал по закону и у меня можно сказать что вы не одобряете многие вещи которые были сделаны в тот период конечно есть некоторые вещи которые я не одобряю я не мог вы могли об этом говорить на тот момент открыто говорить я всегда говорил то вы понимаете вы поймите я говорил о том что меня не назначили на ту другую должность да вы думаете почему это не было сделано почему вы объяснить потому что я был неудобным человеком да я был коррект вы хотите сказать что на тот период для той власти вы были неудобным человеком я думаю что для всех которые имели какие-то скажем так другие сценария был неудобным человеком я человек который рос с малых лет я повзрослел через ночь как мой отец ушел на заработки когда мне было 13 лет на мои плечи упали в слишком много ответственность для меня для с моей младшей сестре и для все что у нас было дома чтобы я ввел себя некорректно по жизни я человек закона который соблюдал соблюдай буду соблюдать закон вы гордитесь собой я горжусь и не только собой своей командой которые достиг много хороших вещей для нашей страны вы сказали о том что ваша партия является самой организованной это цитирую вас самой ответственной скажите если мы будем говорить о возможной коалиции уже в парламенте с какой партии вы могли бы вступить в коалицию с теми партиями которые имеют те же принципы которые имеем и с те же партии которые понимают глубоко на вы можете назвать такой тунеца не могу называть потому что мы не понимаем какие парки еще войдут в парламент кроме нас это первое но вы же знаете какие партии существуют который сегодня претендуют vídeo парламент Во-первых, я считаю, много из этих партий, которые даже считают, что они пойдут в парламент слабыми и без ответственности. Почему? Потому что даже не началась кампания, они уже прибегают к каким-то блокам и так далее. Это очень слабые партии. Это те, которые не уверены в себе. Вы можете их назвать? А вы сами знаете, кто какие, в публичном, в шестанских словах, что сделают блоки, подбирают другие партии под себя и так далее. Эти слабые. Они показывают себя там цветочками, но они пустые изнутри. Мы не назовем эти партии. А люди поймут сами. Немного уж партий вы заявили о блоках и так далее. Основные тезисы вашей программы в основном базируются на проевропейском векторе развития Республики Молдова. В этом отношении вряд ли у вас есть какие-то большие разногласия с партией Майя Санду. Такой вопрос. Может быть, имеет смысл вашему коллективу влиться в ее политическую организацию, чтобы не размывать правый электорат? Если бы имел смысл то, что вы говорили сейчас, мы бы не создали патчи. А мы создали патчи, потому что это является абсолютно другой партией, которой нет на политической арене. Если вы относились к тому, когда задали вопрос, если мы будем делать какую-то коалицию с ПАС, возможно, если они попросят нас, мы подумаем. Конечно. А то, чтобы мы влились как партия в их партию, это не будет никогда. А в чем ваша принципиальная разница и отличие от ПАС и от других правых партий? Во многом, во многом. Организованность, патриотический, профессионалов, понятие вопросов и подхода к решению вопросов граждан и страны, государственности и все такое. Вы считаете, что Майя Санду не патриот? Я этого не говорил. Я сказал, в чем мы отличаемся. И вы говорили о партии, не только о Майя Санду. Не надо поймать меня на мелочах каких-то. Не удастся, вы считаете? То, что не удастся. Я говорю, так, как есть. Вы могли бы рассмотреть один из таких вариантов, вступить в коалицию с нашей партией? Что это за партия? Что это за партия? Это одна из партий, которая претендует? Я думаю, что они относятся к тем, которые я ранее говорил. Слабые, пустые, изнутри, изнаружи, которые прибегают каких-то мимо блоков создания каких-то больших коалиций, но без людей, без... Если ситуация будет складываться таким образом, что у вас не останется выбора? Инесса, давай будем работать, будем общаться с людьми. После того, как люди зададут кредит доверия тем или иным партиям, которые верят, что они те люди, которые должны быть в парламенте, вот вы меня пригласите на другую передачу, мы об этом будем говорить с вами. На данном этапе вы исключаете такое? Я не уверен, что много из партий, которые хотят сегодня прийти в парламент, что они будут в парламент. И поэтому я не хочу говорить. Как вы относитесь к унионистским партиям? Поддерживаете, не поддерживаете? Если да, то какие конкретно партии? Я считаю, что большинство лидеров этих партий – это несерьезные люди, которые заигрывают на эмоции людей. Все. Больше комментариев нет. Вы сами за... Когда-нибудь были за объединение с Румынией или нет? Я сам за наше сильное государство, Республика Молдова. Пусть она будет маленькой, но сильной и уважаемой. Я за то, чтобы мы, как государство, имели очень хорошие отношения с соседней страной Румынии. Я за то, чтобы наша страна имела очень хорошие отношения с нашей соседней страной Украины. Украины? Украины, да. То есть опыт Украины вам, в принципе, близок? Я говорю о том, что даже и с малых лет нас родители учили с соседями, надо дружить, с соседями надо общаться и уважать друг друга. Потому что не дай бог загорится дом, соседи первые прибегут помочь, либо нет. Вы считаете, Украина сама себе уже помогла настолько, что она может помогать своим соседям? Я считаю, что Украина является сильной страной, большой страной. Румыния является очень сильной страной, большой страной. Я считаю, что обе страны – это друзья нашей страны, Республики Молдова. И я, насколько, если мне доверит народ, руководство этой страны, я буду только улучшать отношения и с Румынией, и с Украиной, и с другими странами, которые для Республики Молдова стратегически важны. Касательно нейтралитета Молдовы. Вы считаете, Молдова должна сохранить этот нейтралитет? Или ей стоит отказаться, вступить в НАТО, потому что и такой вариант развития событий тоже рассматривают, в том числе и наши политические дети. Некоторые высказывают данную позицию, несмотря на то, что данную историю с НАТО поддерживает только 20-25% граждан Республики Молдова. Вы как считаете? Смотрите, есть разные мнения, есть и плюсы, и минусы. И к тому, и к другому вопросу. Но последнее решение, помимо тех политических, скажем так, векторов, которые продвигают ту или иную политическую партию, я думаю, что этот вопрос надо поставить на широкий референдум. Потому что у нас народ мудрый, у нас народ люди, которые, с них тоже надо спрашивать, и они нам скажут правильное решение. Потому что социологи, некоторые те или иные компании, они всегда кем-то извне, скажем так, руководятся. И нам предоставляется фейковый результат. Узнать правильное мнение народа и как правильно поступать, я думаю, это надо определить на одном из референдумов. Да и много чего надо узнать у народа именно, как правильно поступить. А не делать так, когда кто-то диктует, скажем так, из... А ваша личная позиция какая? Я патриот этой страны. То есть вы за нейтралитет? Я за то, чтобы Республика Молдова была сильной страной. Я готов рассматривать, если народ Республики Молдова будет читать правильно, что Республика Молдова правильнее находиться, развиваться и будет в защите в блок НАТО, готов рассматривать и это. Все зависит от воли нашего народа. Они должны сказать, не социологи, не политики и не, скажем так, какие-то компании, которые делают то или иное высказывание. Что предлагает ваша партия в вопросах Приднестровья о регулировании вопросов Приднестровья? Удивить вас? Давайте. Во-первых, я являюсь единственным руководителем, политическим руководителем в Республике Молдова партии, который имеет самый серьезный глубокий опыт по Приднестровскому вопросу. Что подразумевается под этим? Помимо того, что я первое свое рабочее место в полиции начал в Дубасарском районе, я знаю очень серьезные эти реальности, с которыми сталкиваются наши жители. В последние три года службы меня правительство назначило членом делегации ОКК по решению Приднестровского конфликта мировым путем. Три года каждую неделю я ходил на две серьезные совещания в Приднестровскую сторону, где решали эти вопросы, где вникал в серьезность этой проблемы, где общался с другими сторонами. И у нас есть, я думаю, единственный план реальный составлен на реальности и на эксперимент, и на опыте, как разрешить Приднестровскую проблему. Много на нем не буду задерживаться, но он называется «Реинтеграри принкоммуникари». И он составляет много чего, какие шаги должны делать Республика Молдова, Приднестровская сторона, наши внешние партнеры Российской Федерации как гарант, ОБСЕ и многие актеры для того, чтобы решить эту проблему. Вам не кажется, что сегодня именно эта ситуация с Приднестровьем, как называют, урегулировать эту ситуацию, она уже не актуальна. Спустя 30 лет сменились целые поколения, то есть люди совершенно уже выросли в другом государстве там, в другой стране. То есть мы являемся по сути чужими уже давным-давно, и это все такая искусственная какая-то игра, опять же, на политическом уровне. Ничего общего с истинным урегулированием, как необходимость какая-то, ничего общего с этим нет. Вы не считаете, что проще было бы предложить, вот сегодня даже звучала такая теория из уст одного из наших политиков, продать Приднестровье, Украине, России, то есть в бюджет Молдовы прибудут, может быть, не деньги, но, допустим, там, газ на определенную сумму с Российской Федерации, но при этом мы больше никогда не возвращаемся к вопросам с Приднестровьем, как с частью нашего государства. То есть это уже абсолютно отдельная будет страна, республика. Боже упаси от таких политиков, которые так ставят вопросы своего государства. Что вы имеете в виду, о продаже? Я не... кто так мог сказать? Это образное решение несуществующей проблемы. Опять же, это цитата. Я не буду комментировать цитаты разных политиков, я не знаю, как их называть. Но мы не будем называть имен. Я вам скажу одно, что лично я с командой профессионалов партии Пачи создали беспрецедентный план, который называется «Реинтеграри принкоммуникари». И он предусматривает те шаги, которые должны делать для того, чтобы разрешить мирно этот конфликт. Если вы скажете, что это невозможно, что 30 лет и так далее, я вам скажу одно. 27 лет до того, как меня назначили членом делегации ОКК, в Республике Молдова ни ОКК, ни МВД не создало, а я создал операционный... Либо-румонус, между прочидурь, операциональный стандарт. Стандартные операционные процедуры, как действовать людям в погонах в зоне безопасности. И до меня были много экспертов, 27 лет ходили на завещания и так далее. Но никому не пришло в голоду, ни в них серьезного анализ и ни инициировал, ни создал эти процедуры. Я это сделал. Это серьезный шаг на то, чтобы много конфликтов избежать между силовыми структурами, которые находятся на данной территории. Вот таким же образом план Риндеграра Принкоммуникари, который я создал вместе с командой, разрешит Приднестровскую проблему. Все абсолютно лидеры политические, которые сегодня находятся в парламенте, в непарламенте, они не понимают серьезность проблемы, Приднестровской проблемы. И они читают на телевидении только то, что им приносят на бумажки. Но они не понимают серьезность вопроса, и как это работает, и как это сделать. Вы считаете, что действительно решение этого вопроса возможно, и оно действительно необходимо? Я не считаю. Я уверен, что мы это сделаем. Вы, это ваша партия? Это партия патчи. И мы имеем этот план действия. Это в случае, если вы проходите в парламент? На вот этих вот досрочных парламентских выборах. Мы пройдем в парламенте. Вы уверены в этом? Я чувствую, что говорит народ. Я каждой божьей недели нахожусь в районах, в селах. Я разговариваю с людьми. Люди хотят новую политическую партию, сильную. Людей, которые называют и есть профессионалы. Те люди, которые имеют за собой опыт, а не диплом Гарбадар или другие, никогда не работал в жизни никакого учреждения, и приходят и пишут нам закон. Люди хотят профессиональных, ответственных политиков. Ни шоуменов, ни клоунов. Вы на кого-то намекаете? Да, конечно. На всех, которые делают шоу в политике и в разные клоунаты, чем решать серьезные проблемы, с которыми сталкивается наша страна. Когда мы будем в правительстве, я буду прилагать серьезные же усилия ремонтировать открытый цирк. Я буду им предлагать работу. Тем политикам, которые только шоу делали, и они остались без работы. То есть вы обещаете отремонтировать цирк для политиков, которые в политике устраивали клоунаду, по вашему мнению? Обещаю и возьму на себя ответственность. Как люди отдадут мандат партии Пачи и мне лично как лидеру, и мы будем в парламенте и в правительстве Республики Молдова, мы отремонтируем цирк с нуля. Сделаем его в рабочем состоянии. Это для того, чтобы наши граждане ходили и имели, как в советские времена были, и до того, как приостановили цирк, имели где ходить с детьми и так далее. Но один из самых важных вопросов, который мы будем решать, те политики, которые делили только шоу и клоунаду в политику, я им буду предлагать работу в этом цирке. Кому какие роли будем давать, но им там место не в политике и не в государственных учреждениях. Скажите, что ваша партия, что партия Пачи предлагает в вопросах решения коррупции, которая в принципе существовала и существует везде? В вопросах общества, в вопросах госучреждений. Она пронизала все сферы жизнедеятельности жителей Республики Молдова. У вас есть решение этой проблемы? Конечно. Это одна из важнейших проблем, которые партия Пачи решит, придя в парламент и в правительство. Каким образом? Это уже столько раз обещали разные партии, разные политики. Знаете почему? Почему? Потому что они клоуны, они не понимают, о чем говорят. Если я вернусь к преднестровскому вопросу, то, что я говорю и то, что я сказал, я понимаю глубоко этого вопроса. Вот по борьбе с коррупцией то же самое. А те другие, которые политики обещают, они тоже читают, что им давали на бумажку. Я буду несколько шагов говорить. Первое. Мы будем ужесточать закон. И за коррупцию, и за нелегальное обогащение будет только тюрьма и конфискация имущества. Это первое. Что входит в понимание нелегального обогащения? Это те, которые путем коррупции закупили себе роскошные дома и так далее. Это первое. Второе. Мы будем внедрять электронное гражданское административное уголовное дело. Что это делает, как это будет работать. До сегодняшнего момента любой министр, депутат, премьер-министр, президент страны может звонить по телефону прокурору, полицейскому, следователю, судьи и давать какие-то указания. Знаете почему? Почему? Потому что каждый из этих исполнителей может сегодня вытащить одну бумажку и поставить другую. Если их не поймали за руку, если их не засняли на камеру, ты себе правду не найдешь. После того, как мы, партия Патчи, внедрим эти дела электронные, ни одно изменение не можно сделать, ни в одной из этих дел без следов. Это на 50% сразу будет делать превенцию коррупции. Разве это не увеличит просто стоимость решения проблемы? Нет. Потому что это навсегда оставляет след. Я вам скажу, как это работает. Во-первых, 50% из всех подчиненных, которые сегодня идут на такие шаги, либо что им платят взятки, либо что их попросили сверху, они это не будут делать. Потому что они разумно поймут, что через год, 2, 3, 5, 50, есть электронный след, можно снять, сделать экспертизу, и он поводит в тюрьму. Это первое. Второе. Каждый человек, который является, скажем так, либо подозреваемым, либо потерпевшим по делу, в любой момент, когда он считает, что в его сторону была сделана несправедливость, либо органом преследователя, либо прокуратурой, либо судей, он может назначить экспертизу в любую страну миру, и это будет сделано за 3-4 дня. И этот алгоритм электронный показывает, если там были вмежательства или нет. И конкретно кто, что менял, в какое время, какие слова даже. Ведь бумажку вытащить и поставить обратно не получится. И сразу дается экспертизу. И показывает, что либо следователь, либо кто-то другой поменял или нет. Что это будет даст? Я вам скажу, что будет даст. До этого момента люди уже будут верить в государство и в органы, которые соблюдают закон. Во-вторых, не будет так много, скажем так, казусов коррупции. А самое важное из этих знаний, что есть. Что? Что те патриоты нашей страны, те честные следователи, прокуроры, суди и так далее, которые доблестно делают свою работу, и до сих пор они сталкивались либо с пустыми обвинениями, и их очернили на телевидении, которые имели либо политики, либо бизнесмены в карманах, что ты мне сфальсифицировал дело и так далее, и так далее. Они в любой момент, когда они будут обвинены, если они знают, что они правы, попросят экспертизу, сделают. И тот, который обвиняет, будет нести ответственность. И тут появится уже на другом уровне не только интерес, а уже дух разных работников структур. У нас те люди, которые до сих пор либо боялись, либо остерегались, что их очернят, если они даже пойдут против министра, депутата и так далее, они спокойно будут делать свою работу и не будут бояться за дальнейшую свою карьеру. Знаете почему? Потому что есть электронный след. И никто не может сфальсифицировать. Самое интересное в этом есть превенция, борьба с коррупцией. А то, что даже мы, те, которые будем внедерять этот закон электронное дело, мы тоже не сможем никому звонить и просить. И мы это понимаем. А вам можно будет позвонить и попросить? Никогда. И мы это понимаем. То есть все мне удалят номер телефона? Мы это понимаем, мы это осознанно будем делать. Никто не сможет позвонить уже. Министр, депутат, премьер-министр, не имеет значения кто. Потому что никто не захочет делать эти изменения. Менять бумажку в деле никому не будет удобно. И все, то, что называется юрисдикция в Республике Молдова, придет в нормальной алиме. Любой полицейский, прокурор или судья, который будет очернен депутатом, министра или какого-то бизнесмена, который имеет телевидение в карманах, он может в короткий срок оправдать и очистить свое честное имя. И показать, что это они только говорят, потому что он делал свою работу. И любой гражданин страны, который будет знать, что в отношении него было сфальсифицировано дело, может попросить и доказать свою невиновность. Это второй шаг. И самый важный шаг. Я это сказал на одной телевидении и говорю у вас. У нас есть серьезные материалы искоренить коррупцию в Республике Молдова на самом глубоком уровне, на самом высоком уровне чиновников. У нас есть материалы, и мы будем сажать где-то 30 бывших депутатов, министров и разных чиновников страны. Вы имеете в виду компромат? Не компромат, я говорю доказательство. И мы будем это заниматься серьезно. И разница между мной, как лидер политической партии, и другие лидеры политической партии, как вы говорили, что многие обещали, знаете какое? Факты. То есть у вас есть доказательство, что вот эти более 30 чиновников были замечены, и они замечены в коррупционных делах. Мы знаем, где и как найти доказательства, и они будут привлечены к ответственности. Вы сами брали когда-нибудь в жизни взятки? Никогда. И вы знаете, отвечая сейчас вам на этот вопрос, я вам скажу одно, что некоторые политики, когда ходят в политику, начинают себе делать пиар, какие-то предыстории и так далее. Я вам скажу, что за мою карьеру, когда я был лейтенантом, старший лейтенантом и так далее, я не один раз отказался от взятки, это задокументировал и задержал того, который мне предложил взятка. Самая большая взятка, которую мне предложили, это более 20 с чем-то тысяч лей, это в 2006 году еще. Это большие деньги. Это очень большие деньги. За что, если не секрет? В 2006 году я поймал очень большую партию контрабанда, икон, свечей, библии, все, что касается церкви. Это ввозил контрабандным путем один начальник поезда вместе с некоторыми, скажем так, подельниками. И мы предложили очень серьезную сумму взятки. Это ввозили в нашу страну? В нашу страну, нелегально. И мне предлагали очень серьезную сумму взятки. И я задержал человека, когда мне предлагали эту сумму взятки. И это есть еще задокументировано. Это не единственный случай, когда я отказался от взятки, я задокументировал те, которые мне предлагали взятки. Как был наказан человек, который предлагал взятку, люди, которые ввозили это, и люди, которые принимали, должны были принять это? По закону. По закону какому? По закону государства Республики Муловны. Я сейчас не могу, это уже прошло сколько, 15 лет. Они сидели в тюрьме? Они были задержаны, конечно. Были задержаны и сидели в тюрьме разные вещи. Во-первых, то, что я должен делать, как полицейский, я делал все честно и корректно. Я поймал контрабандный груз, когда мне предлагали взятку. Я задержал начальника поезда с поличным, когда он предлагал. Деньги передавал государству и задержанно передал прокурору. Я все делал по закону, честно. И вернусь к этому, что если любые люди, которые ходят в политику, начинают себе делать, это я делал 15 лет назад. Это я все делал так натурально, честно, как есть и сегодня. И так буду делать впредь. Очень уверенно. Потому что если есть люди, которые сейчас говорят, что вот так, и ни один... Вот из структурах, да, если, скажем так, ни один раз не взял взятки. А сколько раз ты отказался от взятки? Есть документирующий факт? Э, знаете, не предлагали, это неправильно. Если тебе предлагали, ты от этого отказался и задокументировал, значит, это честный полицейский. А если ты три раза отказался и задокументировал, а всю остальную свою жизнь ничего не документировал и не отказывался? Так не бывает у нас. У тебя есть принципы, либо их нет. Все. Ну, смотрите, с кем не поговоришь и в личных беседах, и в рамках интервью, или в рамках каких-то проектов, каждый чиновник, депутат, абсолютно каждый человек, который находится на той или иной должности, он утверждает, чуть ли не положа руку на сердце, что я вот все да, а я нет, и никогда, и ни за что. Но тогда, если все нет и все такие правильные, тогда откуда у нас процветающая, жутко процветающая коррупция? Я вам помогу. Большинство из них наверняка врут. Я вам помогу, как их раскрыть. Задавайте два вопроса. Первое. Сколько раз вы отказались от взяток? Если есть, это документирую. Если скажут, что мне не предлагали, никогда не верьте, значит, эти люди брали взятки. Второе. На что вы живете и на что вы заработали той или иной? Если они смогут это аргументировать, опять же, если нет, нет. Я считаю, что в нашей стране, к сожалению, нет ни одного чиновника, от которого зависит что-то, что ему не предлагали взятку. Я считаю, что нет такого чиновника. То есть, если ты находишься на какой-либо должности в Республике Молдова? Да. И человек либо отказался от нее и задокументировал, либо другой. Но, как это все происходит? Почему тебе больше не предлагают? Если ты задержал одного, два, три и так далее, и в системе, и снаружи знают, ему не предлагаете, он задержит. Он задержал того, 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 того. Как в моем случае было. И больше не подходит. Все. На что живете вы? Я работаю в международной компании. Нефтяной компании. Я сейчас начальник департамента безопасности. Имею очень серьезную зарплату. Она превышает в несколько десяток раз то, что была в полиции. До этого, когда я начал путь свой в полицию, об этом мало кто из СМИ говорил, я создал одну фирму, которая производила строительный материал. И на этом я сумел иметь свой комфорт, чтобы не вступать ни в какие нелегальные сговоры, а только заниматься честно своей работой. И результат карьеры он уже на виду. Деньги на содержание партии. Сегодня создать партию и привести эту партию к парламентским выборам, а еще тем более к победе, на это все необходимы финансы. Серьезные финансы. Откуда у вас деньги? Все деньги, которые есть в партии, они все задекларируют в наш банк, в который есть наш счет. Первое. У нас в партии входят более 25-27 бизнесменов. И серьезных, и средних, и мелких бизнесменов. Которые все из них делали донации партии. И это все открыто на нашем счету. Второе. На нашем сайте есть кнопочка. Пожертвуй для партии. Где люди жертвуют для партии патчи. Я им благодарю и призываю всех, которые верят в нас, хотят... Это простые люди? Есть и простые люди. Есть и люди разных уровней, которые делают. Все эта информация есть и в открытых источниках в партии патчи, и в ЦИК, и в все государственные учреждения, которые имеют к этому доступ. Я горжусь теми людьми, которые сделают такой серьезный шаг, поддерживают нас и так далее. Мы не тратим так много денег. Мы тратим на аренду нашего головного офиса. У нас есть несколько офисов в районах, которые мы платим за аренду. Интернет. Это то, что называется. И все. В основном все работаем. Все работаем. Делаем волнотецкую работу. Это все люди, которые на самом деле шли в политику, не слушают заработать. Это все люди, которые сделали карьеру до сих пор. Имеют за собой серьезный опыт, имеют дом, машину и так далее. И они включились в политику, чтобы реально изменять лучшее, к лучшую сторону наши вещи в нашей стране. Вообще-то все наши мероприятия, которые мы делаем, можно наблюдать открыто. Вот ту же маску гигантскую, о которой вы говорили, да? Мы не потратили ни одного лея. Потому что эту маску сделала генеральный секретар партии, госпожа Надежда Тарчук, которая является успешной бизнес-леди. У нее есть две фабрики. У нее в подчинении более 180 человек, которые работают на ее фабриках. Она платит зарплату 180 семей в нашей стране. Это серьезный бизнесмен, который может себе позволить делать пожертвования для партии. И так есть многие люди. Есть другие коллеги, которые имеют нескольких сотни гектаров земли на юге страны и так далее. Разные бизнесы. Я горжусь этими людьми, что они рядом с нами. То есть вы утверждаете, что в политику вы пошли не для заработка? Конечно. Не для заработать еще больше денег? Конечно. Я в политику пришел, чтобы делать порядок в стране и поднять нашу страну с колен. И мы это сделали. Вот смотри, это первая фотография моей жизни. Это первая фотография, где меня сфотографировали когда-то. Это я с моей мамой в Кишиневе. Это в Кишиневе? Да. Моя мама была, есть, очень образованный человек. Она являлась депутатом. Верховный депутат, как назывались тогда. Она ходила на конгрессы в Москве, в Германии, в Польше и в других странах. То есть мы по стопам мамы пошли. Получается так. Я тебе скажу одно, что, я думаю, телевизорителям, может быть, это интересно. Мама имела, опять же, сама очень много наград. Очень-очень-очень много. И она достигла от результатов в очень, скажем, молодом возрасте тоже. И стала и депутатом, верховный депутат и так далее. То есть мама сегодня гордится сыном? Думаю, да. Надо ее спросить. Но я думаю, да. Это фотография, где я со своим отцом уже. Я чуть-чуть подросток. И думаю, отец тоже смотрит гордо. К сожалению, его нету среди нас, но думаю, он тоже гордится. Как давно папы нет? Месяц-полтора где-то, к сожалению. Да, умер от ковида. От ковида? От ковида, да. Ковид, скажем так, сыграл очень драматическую роль в нашей семье. И я когда высказываю по некоторым вопросам некомпетентности и безответственных политиков в руководителях государства, я это говорю не просто как политик, а я говорю это как человек, который, к сожалению, это большая зараза ковида, скажем так, сыграл очень плохую роль в нашей жизни. И я знаю, что так, как и моего отца, и много тысяч наших сограждан могли бы спасти, если политики занимались делом, а не делали шоу, и переложили бы ответственность с одного на второго. Только для того, чтобы делать шоу и показать, кто из них больше что-то делать и не делать. Вообще-то это не политики, это не ответственные люди, которые руководят или руководят страну. Это люди, которым не место в политике и не место на государственных уровнях. Государственный человек, это должны быть очень высокоответственные люди. Шоумена и клоуна не надо их туда выдвигать, потому что, может быть, кто-то не понимает, но выдвигая безответственного человека или шоумена, который просто клоунаду делает, это может сыграть очень плохую роль в нашем государстве и каждого из нас. Потому что наша жизнь зависит от процессов, которые происходят в государстве. А кто их руководит? Либо профессионалы, либо клоуны. Когда клоун, это страшно. К сожалению. Вот одна из фотографий я нашел из 90-х годов. Мы, как и из многих семей, пошли на море в Украине. Я помню, мы где-то в 7 семей на автобусе взяли провизии из дома. И каждая семья один день в этой неделе не отдыхала на море, а готовила кушать для всю компанию. Вот такие отдыхи, такие времена были. Но мы были очень рады и очень счастливы. По фотографии видно. Спасибо. По твоему, скажем, той просьбе я нашел первую и единственную фотографию в мою форме, в школьной форме. Да, меня взяли эмоции очень сильно, когда я увидел еще раз сейчас. Она очень старая. И спасибо тебе за совет. Ты мне сказала, что их отсканировать, чтобы их сохранить. Я это сделаю. Ну вот как я выглядел в школьной форме, когда я пошел в первый класс. Это первый класс? Да. Ну фотографии, это мои самые лучшие друзья. Коля и Ваня. К сожалению, оба из них живут не в нашей стране. А вы по-прежнему лучшие друзья? Да, мы по-прежнему лучшие друзья. Я с ними общаюсь очень часто. Они даже в моей команде сейчас не хотят никакой должности, не хотят ни по спискам. Вот вы их не видите. Ни по спискам в парламентах и так далее. Но они помогают довести месседж, патчи, что мы будем делать для страны среди нашей диаспоры. Николай сейчас на должности инженера в Бурене в Испании. Иван в Финляндии, в Хелсинки является доктором-хинетотерапиотом. Я их очень люблю, уважаю. Одна из фотографий, которая сохранилась. Это фотографии из молодости. Я тебе принес для, скажем так, для разнообразия фотографий. Мы ходили, скажем так, в лес отдыхать. Шашлык, дружба с молодыми, скажем так, ребятами и девушками. Так, как бывает в обычной жизни. На нас, скажем так, дождь лился. Мы взяли не зонты, а разные пленки, которые нам до этого пригодились для стола. Но это было очень весело и интересно. Это одна из фотографий, когда я уже, скажем так, был тоже на другом возрасте в школе, когда учился в седом селе с одной из хороших моих коллег, Зином. Вот это одна из очень интересных фотографий. В седьмом, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый класс я учился в соседнем селе. Каждый божий день я вставал... Я делал пять километров до школы и пять километров обратно, если была хорошая погода. Пешком? Пешком. Каждый божий день. Если была, скажем так, дождь и была большая, скажем так, грязь или был снег и большой снег, я делал каждый день восемь километров по другой дороге. И вот это две мои коллеги, которые я ходил пешком каждый божий день, Анишуара и Зина. К сожалению, они тоже сейчас живут обе в Италии, работают в Италии. Очень сильно их уважают. Каждый божий день мы вместе делали эту дорогу. И середина этой дороги, этих пять километров, мы заехали, заезжали в соседнем селе, где была пекарня. Мы покупали каждому себе по батону. Он был очень свежий, очень горячий. И представь себе, мы его кушали, потому что ничего другого не кушали. Это был наш обед. После урока вышли домой. Каждый божий день мы делали пять километров туда-пять и обратно. И я никогда не пазал на уроках. В шесть вставал, кормил животных у нас дома. В шесть тридцать где-то что-то кушал, чистил зубы, лицо и так далее. И пешком в школу. Очень много моментов. Я думаю, если мои коллеги посмотрят на это. Были, когда у нас был один коллега. Он жил на 200 метров недалеко от школы. Он всегда опаздывал на уроках. Я всегда был уже в классе. И учительница всегда меня давала в пример. Смотри, Георгий приходит пять километров, каждый никогда не опаздывает. А ты 200 метров не опаздываешь. Я думаю, что этот период жизни меня очень дисциплинирован. Потому что каждая секунда, каждая минута всегда на счету. Ты не должен опаздывать. И должен рассчитать время, во сколько ты просыпаешься, во сколько ты ложишься спать, просыпаешься, делаешь по хозяйству что-то, кушаешь и так далее. И ты должен не опоздать на уроках. Это очень важно. Это очень интересный момент в моей жизни. И я считаю, что это сыграло очень серьезную роль в мою железную дисциплину. После этого я пошел учиться в колледж полиции. Вы говорили про то, что я был 18 лет начальником взвода. После этого старшной роты. Есть еще одно очень серьезное достижение. Я был в почетном карауле. В почетный караул колледжа. Те, которые делали армию и так далее, служили в армии, знают, что являются только три человека. Только три человека. И я был один из них. Из всего колледжа полиции. Там был первый курс, второй курс и так далее. Вот я был среди этих трех человек. И вот тут фотография, когда я молодой, в почетном карауле. Сейчас покажу еще одну другую, потом передам. Вот это, когда в почетный карауль мы идем вперед, всего, скажем так, военное учреждение, полицейское учреждение, вместе с господином Чубачук и Кириц, это наши руководители. И я с моими коллегами в почетный карауле, а за нами уже все роты. Это очень почетно, это очень ответственно. И я горжусь тем, что я был один из этих трех курсантов с числа тех сотни курсантов, который находился в почетном карауле. Это очень важно для меня. Это очень серьезные достижения. Но любите вы себя однозначно очень сильно. Нет, я вспоминаю с большим удовольствием эти моменты жизни. Чтобы вы понимали, это не было легко. Это не... Ты не можешь достичь это просто так, что ты хочешь что-то достичь. Или так далее. Это очень большой труд. Чтобы быть в почетном карауле, те, которые нас будут смотреть и служили в армию, знают, ты должен иметь самый красивый и самый длинный строевой шаг. И ты должен продержать одну или другую ногу где-то более 20 минут, не ставляя его на, скажем так, на асфальт. Это так нелегко. Вы просто в себя не даете отчет. Сегодня вы сможете это продемонстрировать? Да, могу. Можете? Да, и сейчас могу продемонстрировать. Давайте. Давайте. Серьезно? Конечно. Я не знал, что буду сегодня маршировать. И так далее. Меня не раскрыло такое, какое есть ни одна телевидение страны. И люди, к сожалению, не знали, какое есть на самом деле. Я допустил одну большую ошибку, что когда начали журналисты недоброполядочные, те, которые работали на каких-то политиков, лить на меня грязь, что я смотрел со стороны и думал, это же неправда. Я даже считал, не считал нужно выходить с какой-то реакции. Но надо было. Потому что в некоторых кульварах тот образ, который мне создали, это не тот образ, который представляет меня на самом деле. Но я думаю, что общение с людьми, открытость, вот как с вами сегодня, с другими порядочными журналистами, люди поймут, кто есть на самом деле Георгий Кавкалюк. И те телевидеры, которые на Версале разные истории, найдут своего места в истории. если мы вернемся к вашему детству, к вашей юности, с чего вы начинали ваш путь? Мы озвучили все ваши регалии, достижения, но все-таки начинали вы, насколько мне известно. Давайте вы лучше расскажете, с чего именно вы начинали. На самом деле об этом я не говорил нигде, никогда. Для вас будет эксклюзив. Давай начнем. Первую официальную свою заработную плату я получил в Российской Федерации в Санкт-Петербурге. В 2000-х годах после того, как я окончил колледж полиции. Здесь, в Молдове? В Молдове. Нам дали отпуск несколько месяцев. Я не мог отдыхать. Мой отец работал уже много лет на стройках в Санкт-Петербурге. И, конечно, я общался с ним. И говорю, папа, я хочу сам заработать деньги. Вот так, и так, и так. Это было уже 19 лет вам? Где-то ближе к 20, плюс-минус так. Он говорит, приходи, если хочешь заработать. Я пошел в Санкт-Петербурге работать на стройке. Там работал отец, мой старший брат и мой двоюродный брат Игорь, из тех, которые я знал. А там работали еще много наших сограждан. Как работает сегодня, думаю, в России и других странах. так сложилось исторически, что на тот отбег, который работал отец со своей командой, это был вот этот комплекс этих учреждений. Это государственный комплекс, называется дворец конгресса в Санкт-Петербурге. Он находится под Санкт-Петербурге, находится в регионе Стрельно, есть такое расположение. Папа, мой брат, двоюродный брат и те работали именно на этой стройке. То есть вы строили дворец? Мы не строили, он был построен. Отделочные работы проводили? не отделочные, а реставрация, да, реставрация работы. В первый раз в жизни я научился штукатурить именно в этих зданиях, в этом комплексе, в Санкт-Петербурге. Я первый раз в жизни продержал мастерок в руках. Я там научился, что такое правило и как правильно с ней обращаться. Больше вам скажу, в некоторых из этих зданий, в этих комплексах три потолка я лично сделал. Если сейчас вот я буду там в этих зданиях, я знаю конкретно, какие потолка я сделал. И это очень важно. Конечно, там была охрана, там очень охранялась территория и так далее. Мы работали, я много чему научился в этот период, но я первый раз получил свою первую заработную плату, честно. Тогда, скажем так, по тогдашим меркам в рублях это где-то 700 долларов я получил за месяц работы. Это в каком году еще? Это в 2003 году, если я не знаю, где-то так. На что вы потратили эти деньги? Вы помните? Вот у меня есть фотография, я смотрю на нее, сейчас я вам передам. Как говорил раньше, я не знал, что как-то в жизни придется кому-то показать так. Это так, как я есть. Я считал свою первую зарплату, которую получил. Это видно еще в российских рублях. Вот я передам матовую фотографию. здесь какая-то коробочка Samsung. Я не помню, что там, честно. не знаю. Это коробочка, в которой хранились деньги? быть. Я помню одно, что это первая официальная зарплата в моей жизни. А вот раскладушка, на которой вы сидите, это там, где вы ночевали? Спали? Сейчас я вам покажу, где мы начинали. Та раскладушка, где я сижу. Вообще когда я считал эти деньги, мы находимся в квартире двоюродного брата отца. Он жил уже в Петербурге, он был женат, и мы были у него в гости. Мы ходили к ним в город только в субботу и воскресенье. Чаще все в воскресенье мы ходили в виде города. А так целую неделю мы работали только на стройках. Жили мы в одной из этих зданий. Мы там соорудили. Сейчас покажу на камеру. Это с того комплекса. Тогда не разрешали ни фотоаппарат, ничего. Потому что государственные объекты, охрана очень серьезная была. Вот эта фотография сохранилась с отцом. Последний импровизированный диван это мой. Я тут спал. Я даже помню, что этот плед я привез из дома, который когда привез. Мы тут все жили. То, что переживают к сожалению наши граждане, как работают в тех условиях, когда ходят на заработки за границей. Я знаю не понаслышке. Я это прошел сам с нуля. Я это видел, это чувствовал. То есть вы знаете на собственной шкуре, что значит быть гастарбайтером, как нас называют? Конечно. Я это знаю, это понимаю. И вы знаете, это даже один из больших мотивов за которые я взялся серьезно строить Европу дома, чтобы наши люди, наши граждане, которые разъехались по миру, как и мои родители, к сожалению, мама в Италии, папа в России, чтобы они имели хорошие рабочие места тут, оплачиваемые, хорошие условия, хорошее будущее для них, образование, здравоохранение для них и своих детей. это очень-очень важно для меня и говорю еще раз и подчеркиваю, не как политика, а как для человека, который прошел через это сам и почувствовал на своей шкуре, что это обозначает. И это почувствовал не только, что я работал на стройке, а я почувствовал, потому что с 13 лет папа ушел на заработки в Питере. После этого мама, я сказал, какие она достижения имела, и она ушла в Италию, она работала более 18 или 19 лет, ухаживала за старой женщиной. Ее работа очень сильно отличалась на 99% от того, кем она была до того, как она ушла на заработки. но это были такие реальности, которые проходили мои родители, которые проходили, я думаю, уже более миллиона наших граждан. И это жесткую реальность. Я хочу, я буду менять в нашей стране. Для меня это не чуждо. Я это понимаю, я еще говорю, и поэтому буду это делать. Про этот комплекс дворец конгресса. Я прочитал недавно в интернете, что там был саммит G20. Для меня знаете, даже мурашки по коже бегали, потому что опять я пережил те моменты, когда я работал там, как настройки строителям. я смотрю, наблюдаю за всю деятельность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это серьезный политик. Я не побоюсь этого слова сказать, что мы похожи чем-то, потому что он происходит тоже из простой нормальной семьи. Это офицер, который сделал блестящую карьеру в правоохранительных и государственных органах безопасности. Это человек, который заслужил и прошел все этапы своей карьеры до политики и в политику делает те вещи, которые ждут от него его народ. И даже видел, много наблюдал, изучал Владимира Владимировича Путина, его истории и так далее. И видел, как он относится к простым людям, простым гражданам и так далее. Видел, как есть люди, которые имеют какую-то мечту или какие-то мечты, если они доходят до него. Смотрел на прошлой неделе, как он позвонил простой женщине 90 с чем-то лет. Поздравили с днем рождения, потому что она всю жизнь думала об этом, что когда-нибудь я желаю себе, чтобы мне позвонил и так далее. Он позвонил, поздравил и так далее. Смотрел, как он забирает эти маленькие записки от граждан, лично ставит в пиджак, после этого сам изучает и дает указания, чтобы это делать. И даже в одном интервью он говорил, что единственный раз в жизни он был на какой-то выезде, старая женщина упала на колени, говорит, у меня есть очень большая проблема, пожалуйста, решить ее. Говорит, я взял эту записку и, к сожалению, дал своему подчиненному. Я обещал этой женщине, что я прочту и я решу ее вопрос. Когда дошел, он сказал, что потерял. Говорит, мне до сих пор стыдно перед этой женщиной, у меня перед голосами. Именно ответственные люди, те, которые знают, что такое государство и имеют ответственность за себя, за своего народа и за государство, могут и должны руководить страной. Я считаю, что я и моя команда, команда Патчи достойно руководит страной и мы будем делать все благо нашего народа. Заключаю это рассказывание тем, что я для себя поставил цель, есть мечта, что в следующий раз, когда я попаду в этом дворце, в котором вы работали на стройке, когда мне было где-то 20 лет, что меня пригласит Владимир Владимирович Путин в качестве политического деятеля нашей страны. Это важно, это важно и важно, я думаю, это будет символично для всех наших граждан, которые работают за границей, все территории, которые работают и они поймут и у них появится это кредо, что каждый простой парень из деревни может достичь высокого уровня в руководстве государства и руководство страны. Вам будет если много работать, если это стремиться к этому честно. я вам скажу еще один прецедент. Шесть лет назад впервые меня пригласил министр внутренних дел Италии на европейском форуме форума для Рома. И там были все начальники полиции Европы и я со стороны Республики Молдова представлял. И, конечно, после этого я купил себе билет увидеть свою маму. И я написал письмо, хотел увидеться с руководителем области Бользано и то, что является Трентину Алтадвичи, где моя мама работала уже где-то примерно на 20 лет. И я пришел вместе со своей делегацией в качестве главы делегации. И этот руководитель узнал, что мои родители работают там и говорит, они мне сделали сюрпризы и пригласили маму. Она была в зале, она расплакалась и она рассказала им, когда я пришла в Италию, я видел вас, говорит этому руководителю, только в газетах, только по телевизору. И вот когда я спала, скажем так, в телефонной будке до того, как устроилась на работу, и такие пути очень, очень болезненные, которые приглашала моя мама, говорит, я никогда не мечтала и не думала, что средство с вам личным, а тем более, чтобы мой сын пришел как глава делегации, и для нас большая честь, что он будет представлять Республику Молдова на таком уровне с вами. Она очень гордилась, и это было очень, очень трогательно. Для меня очень известно в первую очередь. К сожалению, моего отца нету, но я думаю, что если это случится, и я вернусь еще раз в этом комплексе, мы с ним работали вместе, он где-то сверху это увидит и тоже порадуется. Где-то так. давайте, чуть-чуть ползу сделаем. Тут фотографии, где я в метро в Питере. Еще одну фотографию, где я шел по воскресеньям к реке Волге, если я не ошибаюсь, там есть корабли, Сергей, Есенин, АЭС, Попова. В городе мы уже могли чуть-чуть фотографии делать и сохранить здесь некоторые с фотографиями. тут фотографии, где я, мой отец, мой брат, мой старший брат и Игорь, мой двоюродный брат, которым мы вместе работали на стройке. Вот в воскресенье мы выпили, пили газировку, наблюдали за жизнью в Питере. Это я со своим двоюродным братом в город Фонтанов, это где-то несколько десятков километров от того населенного пункта, где мы проживали и работали на стройке. Я ходил и видел это множество фонтанов, разных фигур. Очень интересно. Если бы вы не были там, я советую. Нету в мире ни одно место, как это в Питере, в город Фонтанов. Это множество фонтанов, разных фигур, очень интересно. Советую. Благодарю. Предпоследняя фотография тут. Я фотографировал тут бригада наших соотечественцев, молдаванов, с которой работали мы на этой стройке, тоже вышли в этот город Фонтанов. Есть эта фотография. Все эти люди, это граждане республики Молдова, которые работали на этой стройке и которые могут и сейчас подтвердить, как я работал на стройке вместе с ними именно в этом комплексе. И если не ошибаюсь, эта последняя фотография это когда я ушел на заработки туда поездом, мало денег было и так далее, и так далее. Если меня не изменяет память, это я в аэропорт, когда возвращаюсь из Питера. Это единственная фотография сокрутилась. Тут уже деньги появились на самолет. Вернуться на самолете. Наверное, так. Какой главный совет или напутствие вам дал ваш отец? Что вам запомнилось? У меня отец был очень мудрым человеком. Он всегда давал советы работать, не покладая руки, не жалея себя. Он всегда говорил, надо быть честным и ответственностью, как и он был при жизни. Он всегда говорил, что я могу сказать, на Молдавске есть один этот совет мне очень много помогает в жизни, чтобы сохранить те отношения с людьми, которыми я доверяю или имени не доверяют. Он говорит так, я на рамынском скажу, потом перевяжу как-то. Георгий, не имеет значения каких-то высот достижешь в этой жизни и в карьере. Никогда не забывай, в чем ты был обут и кто с тобой был рядом. Для меня это золотые слова, для этого очень мудрые слова моего отца. Жалею, что его нету рядом. Но это говорит о том, что ценить надо людей, тех людей, с которыми ты делал пиловые шаги в той или иной и так далее. Ценить честность, дружбу, отношения в людях. Это очень важно. Это тоже сыграло очень серьезную роль в мою личность как человека. Поэтому я себя так веду, себя и так далее. Я придерживаюсь этим принципам, которые мне говорил отец. Вам будет стыдно, если вы не оправдаете ожидания граждан? Я вам скажу, что я буду стараться. Я буду сильно стараться. Я буду работать, не покладая руки и не жалея себя. Ни одну секунду. Каждую секунду, каждую минуту, каждый час, каждую неделю, каждый месяц, каждый год, который я буду находиться на каких-то государственных уровнях или должностях. Я буду работать во благо этой страны, во благо граждан, как я делал и до этого. Но стыдно вам будет, если не оправдаете? Чувство стыда вам свойственно? Конечно, конечно. Вы знаете, если я что-то делаю не так, а может быть я делаю так, но мне что-то внутреннее говорит, что я это сделал не так, у меня есть очень серьезные угрызения совести. Те, которые знают меня близко, я могу стоять разговаривать с вами, если у меня мысли в другом, что я где-то неправильно себя вел, что-то не делаю, я даже делаю так, у меня это изнутри как-то скажем так, у меня очень высокое чувство ответственности, справедливости и если я что-то делаю не так, и я всегда прошу прощения, и мне это не стыдно делать, никогда, потому что человеку дано согрешить, есть просто две разницы, когда человек делает ошибки намеренно, и когда человек делает эту ошибку не хотя, и просит прощения, и исправляет свою ошибку, это две разные вещи, которые характеризируют личность и людей. Спасибо. С удовольствием, вам спасибо. Спасибо.